Этот праздник в России уже сам отметил 100-летний юбилей, но от этого не перестал быть любимым миллионами. Его отмечают больше, чем в 30 странах мира и каждый раз ждут с особым трепетом. Как готовятся к 8 марта в Хабаровске? Чем будут удивлять мужчины? И чего же хотят женщины? Обо всем расскажем сегодня. 8 марта – особенный день в календаре, когда в адрес прекрасной половины человечества звучат самые теплые слова и поздравления. А кто же они, женщины Хабаровска? Вот немного статистики. В Хабаровском крае сегодня живет 697 904 женщины. Все это мамы, бабушки, подруги, сестры, дочери, любимые женщины. И прекрасная половина в крае преобладает. Мужчин в регионе меньше на 4%. Слабым полом женщин можно назвать лишь условно. Работают они наравне с мужчинами и даже немного больше. Самый трудоспособный возраст – 30-39 лет. И легких путей не ищут. Трудят со спасателями, дежурят в скорой помощи, делают сложнейшие операции, следят за порядком на службе в полиции, водят трамваи, строят дома, занимаются и бизнесом. И активно участвуют в политической и общественной жизни региона. И вот еще одна интересная цифра – безработных женщин меньше, чем мужчин. 4% против 5,5% соответственно. Есть устойчивое мнение, что на Дальнем Востоке живут особенные женщины. В чем же их особенность, мы узнали у мужчин Хабаровска. В таком климате жить, конечно, все женщины особенные. Героини, можно сказать. Во-первых, характер твердый, потому что в таких условиях выжить. Вот. Ну, красота – это неотъемлемая часть наших женщин. Самые красивые, самые выносливые, самые умные, изящные, привлекательные. Дальневосточные женщины, они больше привыкли к суровому климату, поэтому, как говорится, их любовь сильнее греет. Харизма наша. Характер сыграет. Характер лучше, да. Не кричат? Нет. Не ругаются? Нет, нет. Самые лучшие. Всегда лучезарные, веселые, как вы, кстати говоря. Ну, просто приятная, милая внешность, ну и хорошая, наверное. Ну, просто я смотрю на вас, и сразу настроение повышается. Люди Хабаровска, Хабаровска края более последовательны и логичны. Даже в отличие, тем более, от москвичей. И женщины логичны? Конечно. Очень даже. И в некоторых вопросах надвигало бы выше мужчин. Семья и брак – это чисто женское. Это глупость какую-то придумали сами себе. Глава семьи, глава семьи. Да что бы делали без женщин? Ну что, ребят? Да мы же на что не способны. Оставь нас на три дня одного дома, и все, я погиб. Порадовать весенний праздник своих любимых женщин хотят большинство мужчин. По статистике, 8 марта 95% представителей сильной половины человечества готовятся преподнести подарки. И, кстати, треть из них достаточно прагматичны. Предпочитают спросить заранее, чего же хочет женщина. Остальные пытаются удивлять. При этом, согласно опросам, в этом году планируют потратить на подарки мужчины к 8 марта от 800 рублей до 10 тысяч рублей. О подарках, конечно же, мужчины задумываются заранее. Исследование по этому поводу провел холдинг «Рамир». Самый главный презент в этом списке – это, конечно же, цветы. Букет в весенний день планируют преподнести больше половины опрошенных мужчин. И 41% женщин ждет его в этот день. На втором месте парфюмерия и косметика им отдали предпочтение 36% и угадали желание 27% дам. Замыкают тройку конфеты и шоколад. Сладкую жизнь хотят подарить больше трети опрошенных. А вот получить лишь 11%. Другая ситуация с украшениями. Лишь 16% решили потратиться на них. А вот ждут 8 марта в праздничной обертке кольца и сережки 36% женщин. Замыкают пятерку, как не странно, посуда и кухонная утварь. 12% мужчин и 9% женщин. Считают это праздничным сюрпризом в весенний день. Также в списке фигурируют деньги, мягкие игрушки, нижнее белье, одежда и обувь, гаджеты, спортивный инвентарь и домашние животные. Чего хотят женщины, понять, конечно, непросто. Поэтому мы решили спросить хабаровских мужчин, как они готовятся к 8 марта. Какие покупают подарки. Ну и заодно узнали, чего же ждет от праздника прекрасная половина. Ой, неожиданный вопрос. Не знаю, еще не придумал. Трудно, да, подарки выбирать? Очень, очень, очень сложно. Да вообще-то все приятно. И золото, и все остальное. И бриллианты. И бриллианты, да. Для сестры я готов подарить баллончик с краской. А для мамы? Даже не знаю. Если человек дарит что-то от всего сердца, от себя лично, то, в принципе, не важно, что это. И дареному коню в зубы не смотрится. Ну, вообще, много бы чего хотелось. Я бы хотела цветы и духи. Подарком, цветами и вниманием. А вы что хотите получить с 8 марта? Цветочки. Цветы, сертификаты. Дочи вот обновки. Подарю билет на Баста. У меня все есть. Ну, в зависимости от девушки. Я мясо обещал приготовить. Стейк. Посуду помыть, пропылесосить. Подарок будет для женщин. Изящный. На 8 марта ничего не хочу получить, потому что этот, ну, праздник, не считаю я праздником, надо вспомнить его корни. Ну, и, конечно, самое главное, наверное, внимание. Просто любое внимание, чтобы не забыли. Потому что это самое главное. Самый желанный подарок в праздник весны – это, конечно же, цветы, причем букет может быть не только из роз или тюльпанов, но и из конфет, шоколада, фруктов, мягких игрушек. Главное – не пугаться экспериментов. Этот же совет дают флористы не бояться смелых и контрастных сочетаний цветов. Смешивать виды и сорта, использовать нестандартную упаковку и аксессуары. Цветочные мастерские заранее запасаются сотнями тюльпанов и роз. А хапками мимозы и отмечают, что современный букет может стать не только приятным комплиментом, но и полноценным подарком или же, к примеру, признанием любви. А еще флористы говорят, что мужчины всегда очень волнуются, когда выбирают любимым женщинам цветы. Заказывают в основном либо нежные букеты, либо яркие, допустим, красные, либо розовые, фоксийные. Мы очень сильно удивляемся, когда приходят мужчины и заказывают огромнейшие букеты девушкам. И не потому, что их хочется чем-то удивить, а потому, что они настолько любят. Каждый год флористы города к 8 марта готовят премьеры. К примеру, в этом сезоне в мастерские города завезли особый сорт тюльпанов – тайбутс. Его отличает нежный оттенок цветов. Ну и самое главное – в этот весенний праздник не скупиться на теплые слова. Мужчины нашей телерадиокомпании уже приготовили свои поздравления. Милые наши женщины, девушки, девочки, бабушки, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. В этот прекрасный светлый праздник желаю вам любви, счастья, исполнения самых заветных желаний. Ну а от себя лично желаю, чтобы каждый день был женским. С праздником! Самое главное, чего пожелаю, так это счастье. Ведь если есть счастье, то есть и все то, что необходимо. В первую очередь, внимание и любовь. И самое важное, чтобы любовь была взаимной. Дорогие прекрасные девушки и женщины, хочется в этот праздник вам в первую очередь сказать спасибо. Спасибо за то, что каждый день вы с нами. Спасибо, что каждое утро мы встречаем вас по дороге на работу, в офисе, и вы дарите нам прекрасные эмоции и улыбки, которые обязательно потом отражаются в наших сердцах. Хабаровск – один из самых солнечных городов на нашем материке. Наверное, благодаря тому, что в нем живут самые прекрасные лучезарные женщины. Так давайте же сохраним тепло нашего города. Почаще улыбайтесь. Хочу пожелать, чтобы и в этот день, и во все остальные у вас горели глаза. Горели глаза от счастья, от улыбок, от тепла. Хочу, чтобы у вас в сердце всегда была любовь, была теплота. И знайте, что мы вас любим. Дорогие, милые, прекрасные женщины, поздравляю вас с тем весенним праздником. Желаю здоровья, любви, процветания. И пусть в вашем сердце всегда будет весна. Всегда. Дарите цветы, добрые слова и самое главное – внимание. В наших силах сделать этот день немного теплее. С праздником!